В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом, заметил однажды Михаил Живанецкий. Здравствуйте! 25 и 26 сентября в Челябинске пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка. Это место знакомства с книжными новинками и личного общения с популярными писателями. Сегодня расскажу о крупных личностях, которые станут гостями Южноуральской книжной ярмарки. После дебютной публикации в журнале «Уральский следопыт» в 1990 году Алексей Иванов работал учителем, сторожем, журналистом, гидом, переводчиком и писал романы, которые никто не хотел издавать. До 2003 года, когда по рекомендации Леонида Юзефовича вышли одновременно роман «Сердце Пармы» и написанный в 1995 году роман «Географ Глобус Пропел». Сегодня Иванов автор двух десятков книг, изданных общим тиражом более полутора миллионов экземпляров. В этом году в издательстве «Альпина Нонфикшн» вышла книга «Быть Ивановым» – откровенный 15-летний диалог писателя со своими читателями о политике, экономике, публицистике, культуре и о писательском ремесле. Актер и музыкант Григорий Служитель в прошлом году буквально ворвался в литературный мир дебютным романом «Дни Савелия», предисловие которому написал Евгений Водолазкин. На обложке книга названа романом о котах и людях, и те, и другие играют чью-то жизнь. Литературные амбиции у юного Григория Служителя проявились раньше актерских, после прочтения книги «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна. Писатель признается, мне было лет 8, когда возникло это желание – создавать. Челябинский служитель проведет творческую встречу с читателями и примет участие в ток-шоу «Двойной портрет» вместе с литературным критиком, шеф-редактором проекта «Сторител» Константином Мильчиным. Ведущий литературный критик России Галина Юзефович еженедельно рассказывает о книгах на портале «Медуза», ведет подкаст «Книжный базар», появляется в гостях у вечернего Урганта, преподает в Сколково и сама пишет книги. Вслед за удивительными приключениями рыбы лоцмана и о чем говорят бестселлеры, в издательстве редакции Елены Шубиной в этом году вышла книга «Таинственная карта» с подзаголовком «Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Журнал «Знамя» отметил, что книги Галины Юзефович не о литературе и не о критике, они о возможности читательского счастья. В Челябинске Галина Юзефович прочитает мастер-класс «Как писать книжную рецензию» и проведет онлайн-интервью с писателем и поэтом, лауреатом премии НОС Александром Стесиным, который сейчас живет и работает врачом-онкологом в Нью-Йорке. Писатель и журналист Шамиль Идиатулин в числе любимых с детства писателей называет Владислава Крапивина, Виктора Конецкого, братьев Стругацких и Владимира Богомолова. Главный критерий качественной прозы Идиатулин сформулировал так «Художественный текст должен интересно рассказывать, эмоционально вовлекая». Автор книг «СССР», «За старшего», «Город Брежнев», «Мистического триллера» «Убыр». Роман «Бывшая Ленина» вошел в этом году в финал Национальной литературной премии «Большая книга». Подведение итогов мы ждем в декабре. А в сентябре выходит уже новый роман «Последнее время». Издатель, редакция Елены Шубиной рекомендует его как этно-фэнтези, триллер и экшн. А в Набежных Челнах в сентябре Государственный татарский драматический театр открывает сезон премьерой спектаклем «Город Брежнев на татарском языке». Наш земляк, ныне живущий в Санкт-Петербурге, поэт, драматург, литературный критик Константин Рубинский – один из немногих писателей, чье творчество отмечено в том числе театральными премиями. А все потому, что он автор либретто почти трем десяткам музыкальных спектаклей, поставленных по всей стране, многие из которых получили авторитетную золотую маску. Сам Рубинский во всех интервью подчеркивает, что главное дело жизни для него – литература и педагогика. В Челябинске и далеко за пределами известны его литературные мастерские для детей и подростков. А на Южноуральской книжной ярмарке пройдет презентация поэтической книги «Теперь никто не умер», которая выпущена издательством «Кабинетные ученые» в серии «Инверсия». Так называется поэтический фестиваль, который организован в Челябинске Константином Рубинским совместно с поэтессой Натальей Санниковой. Продолжу рассказ о гостях Южноуральской книжной ярмарки через неделю. А пока несколько слов об издательствах, которые представят в Челябинске свои новинки. К нам едут детские издательства «Самокат», «Молодая мама», «Пешком в историю», крупнейшее региональное издательство «Китаб» из Уфы, «Баска» из Екатеринбурга, а также столичные «Эксмо», «Новое литературное обозрение», «Альпино нонфикшн», «Питер» и множество-множество других. Напомню, что Южноуральская книжная ярмарка в этом году пройдет 25-26 сентября в Центре международной торговли. Увидимся на ярмарке! Читайте книги!